Здравствуйте, Олег Леонидович. Уже несколько недель ситуация в зоне безопасности в центре внимания журналистов. Понятно, с чем это вызвано. Была информация о возможных провокациях на девятом левом посту в Дубасарском районе. Какова сейчас ситуация вот в этом районе и вообще в зоне безопасности? То обращение, которое направила молдавская делегация объединенной контрольной комиссии, оно касается не только девятого левого поста миротворческих сил, но и девятого правого. Чтобы мы с вами понимали, что это за миротворческие посты и какая их основная задача. Это посты миротворческих сил, которые охраняют мост через реку Днестр в районе населенных пунктов Вадулы-Воды. С левой стороны это населенный пункт Некошница, Дородская, Пырыта и Погребе. То есть, в принципе, обеспечивая проход транспорта, людей, товаров, грузов, тем самым сохраняя стабильность и безопасность функционирования данного моста. Мы увидели, что люди относятся нормально к миротворческой операции. В основном, каких-либо серьезных претензий к работе миротворческих сил нету, к военнослужащим на этих постах тоже нету. То есть, когда в обращении шла речь о том, что 12 тысяч мирных жителей недовольны работой, скажем, данного миротворческих постов, оказалось неправдой. Естественно, мы не могли это не отразить. Естественно, озабоченность по-прежнему осталась исключительно с той точки зрения, что раз кто-то направил это обращение в ДНК, значит, планируются какие-то определенные события. Раз население это не подтверждает, обращение имеет место, естественно, Пренестровская сторона потребовала целый ряд мер. Это усиление несения службы, усиление количества военнослужащих на данных постах, соответствующее ограничение зоны деятельности этих постов. Допустим, дополнительное мобильное патрулирование в данной зоне и так далее, увеличение количества соответствующих групп оперативного реагирования. Все это позволило в случае осложнения ситуации как-то стабилизировать, скажем, те элементы, которые могли бы там возникнуть. На этой неделе президент провел Совет Безопасности, где обсуждался этот вопрос и дал ряд поручений. Какие меры предпринял Пренестровье, чтобы не допустить возможной провокации? Да, значит, Совет Безопасности, где я непосредственно доложил о самой ситуации, думаю, что достаточно объективно, не уходя в какую-то там, значит, полемику, историю, а вот исходя из конкретных фактов, которые имели место. И считаю, что, значит, именно главнокомандующий дал очень четкий и понятный посыл всем без исключения, в том числе и молдавской стороне, дал поручение обратиться во все компетентные органы, с кем мы сегодня ведем переговоры, это в первую очередь и к российской стороне, и к тем, и к формату 5 плюс 2, и к нашим посредникам и наблюдателям Украины миссии ОБСЕ, о том, чтобы все сконцентрировали свое внимание на те действия, которые предпринимает Республика, значит, Молдова с точки зрения возможного обострения ситуации в зоне безопасности. Значит, объединенный контрольный комиссия дала конкретное отдельное поручение объединенному военному командованию выехать на эти миротворческие посты, еще раз разобраться в общей обстановке, которая там происходит, опросить все то, что там можно опросить, разобраться самой инфраструктурой постов, значит, с несением службы, значит, с обеспечением полной безопасности несения службы. Это как дополнительные меры стабилизации ситуации на данном направлении. Поэтому указания президента Приднестровья сегодня воплощаются в полном объеме в рамках тех, скажем, моментов, которые были отражены на Совете безопасности. Вот еще на Совете безопасности президент дал указания правоохранительным органам, чтобы возможные провокаторы ответили по законам Приднестровья, если они что-то сделают на этом миротворческом посту. Я хотел бы отметить, что на данной территории, о которой мы с вами говорим, проживают не только граждане Молдовы, но в основе своей, значит, в большей даже своей части, там, более 60% это граждане Приднестровья. Но и любой гражданин Приднестровья в рамках своих действий и поступков несет ответственность перед своим государством тоже. Но мы тоже не можем оставаться безучастным к возможным каким-то последствиям, которые могут иметь место в данном направлении. Естественно, значит, даже гражданам иностранных государств, которые будут провести противоправную работу против миротворческой операции. Я думаю, наши правоохранительные органы вполне в состоянии предпринять соответствующие действенные меры. У вас огромный опыт. Вот по вашему опыту сейчас в Молдове будет предвыборная ситуация, вы знаете, выборы президента. Как это все может отразиться на ситуации, на зоне небезопасности, на переговорном процессе? Вот мы уже видим первые проблемы. Это левая проблема, осложнение на миротворческом посту. А что дальше? Но учитывая общий клубок тех событий, которые сегодня имеют место между Молдовой и Приднестрой, это и левая проблема, это и банковская проблема, это и транспортные проблемы, телекоммуникации и многое другое, можно последовательно говорить о том, что Молдова взяла курс на разбалансирование вообще каких-либо взаимоотношений между Приднестроем и Молдовой и в стагнацию, возвращение ситуации к событиям, я не знаю, чуть ли не 92-го года. То есть если никаких переговоров не ведется, то по большому счету мы по-прежнему остаемся сторонами конфликта. И единственный механизм, который способен сегодня обеспечить, скажем, мир и дальнейшее проведение переговоров, это только миротворческая операция. Это одна из функций миротворческой операции для обеспечения, значит, ведения переговоров. Но переговоры не ведутся, а неведение переговоров в свою очередь ведет к осложнению ситуации, значит, в том числе общения между людьми. Это экономические связи, это товары, услуги, это перемещение транспорта, это все люди, это все люди. То есть кому-то искусственно нужно осложнить ситуацию. Но точно не Приднестров.